Вера Надежда Любовь 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 Кроме милиции никто не занимается. Я не говорю, что другие службы в этом участие не принимают, но, к большому сожалению, у нас центров нет. И мы по каждому факту насилия в семье должны писать, согласно законодательству, письма в отдел семьи и молодежи, в законе четко написано. Этих отделов в райадминистрации нет. Все, что могут сделать жертвы насилия, обратиться в специализированные центры оказания помощи при общественных организациях. Городские власти о создании такого центра, к сожалению, только говорят. Переходить к делу никто не собирается. А, следовательно, жертва насилия после реабилитации снова оказывается в кризисной ситуации. И даже если женщине будет уделено какое-то внимание, с ней поработает психолог, ее реабилитируют, то потом она так или иначе вынуждена будет вернуться в ту ситуацию, в ту семью, из которой она ушла, где ее сидит и ждет тот же муж-агрессор. В итоге вся эта несогласованность ведет к одному. Жертва со своей проблемой остается один на один. Чем может закончиться ли ее рецидив? На этот вопрос никто ответить не может. Ирина Мунтян, Евгений Войтенко, Руслан Акаев, телекомпания Круг.